Шалом и добро пожаловать на Вахафта Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Один из наиболее частых вопросов, что я получаю, о грехе. Но не о каком-то грехе или грехе в общем смысле, но об одном конкретном грехе. И о чем я говорю? О хуле на Духа Святого. Сегодня мы будем рассматривать этот грех в нашем изучении. Что такое хула на Духа Святого? Могу ли я совершить этот ужасно злой акт сегодня или же это то, что было сделано или могло быть сделано только во времена Иешуа, когда Он ходил по этой земле. Так что мы рассмотрим этот вопрос согласно откровению Слова Божьего. С этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 12 главу. Евангелие от Матфея, 12 глава. Каждый раз, когда вы изучаете местописание, вам необходимо понимать, что контекст важен. Это значит, что вам надо прочесть и изучить, что случилось до отрывка, что вы изучаете, и также, что имело место после. И большинство ученых по Новому Завету, и я соглашусь с ними, говорят, что это еще более важно, когда мы изучаем Евангелие. Так как Евангелие сплетает вместе хроники, исторические события, касающиеся Иешуа, они были составлены и написаны под руководством и водительством Духа Святого. И есть откровение, есть истина, есть информация в том, как Писание было составлено под руководством Духа Святого. Рассматривая эту 12 главу, мы увидели что-то. Мы на прошлой неделе видели, что Мессия был приглашен в синагогу. Но те, кто пригласил его, сделали это не по правильным причинам. Нет, они это сделали, чтобы уловить его. То есть они хотели, чтобы он сделал нечто, дискредитирующее его. Позвольте вас о чем-то спросить. Разве это отношение послушания Торе? Понимаете, Тора говорит нам в общем смысле. Павел сказал об этом в послании к Галатам. Вся Тора заключается в одном утверждении. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Любили ли они Иешуа, когда сказали, приходи в нашу синагогу? И когда они привели того человека с иссовшей, слабой, высохшей рукой? Нет, не любили. Они не любили Иешуа, и они не любили того человека. И нам тут надо быть осторожными. Это не является обвинительным актом против нации, против народа, еврейского народа. Понимаете, мы в том числе и на прошлой неделе видели, что большинство народа, став свидетелями этого славного чуда, сделали что? Они воздали славу Богу. Они знали и были правы, что это действует Бог. И какой нам из этого следует сделать вывод? Мы на прошлой неделе говорили о значении того, что многие из чудес исцеления, что делал Иешуа, Он делал их конкретно в шаббат, то есть в субботний день. И мы знаем, почему это так. Потому что люди, если только речь не шла о жизни и смерти, если не было чего-то крайне серьезного, сильной боли, люди не обращались к врачам в шаббат. Так происходит и сегодня. Но что можно сделать? Что ж, в шаббат читается Тор. И в каждой синагоге, где бы вы ни находились, в каждой синагоге после чтения Торы сразу же бывают молитвы. Молитвы за исцеление, молитвы за больных, чтобы Бог действовал даже и в шаббат и производил исцеление. Так что, когда Мессия сделал этот акт, это чудо восстановления руки того человека, когда Он сделал это чудо исцеления, люди, огромное большинство, поняли, что Бог среди них. Помните эту фразу «Эммануил»? «Эммануил — Бог с нами». И люди единодушно хвалили Бога. Но вот проблема. Когда те лидеры увидели это, они стали ревновать, они стали завидовать, и они сделали что-то. Они сказали народу, говоря, «Подождите, вам надо что-то понимать. Он сделал это чудо посредством демонического влияния». Он изгоняет бесов силою кого? Что ж, они использовали еврейское выражение. На еврите это «баал зевух» — «господин» или «повелитель мух». Этот термин означает «князя мира сего», и, конечно, мы говорим о сатане. Что они сказали? Они сказали, «Он делает эти акты, эти так называемые чудеса, но на самом деле он получает силу». От кого? Они сказали, что от сатаны, князя тьмы, отца лжи. И помня это, мы продолжим и усвоим библейскую истину из сегодняшнего послания. Итак, еще раз посмотрите вместе со мной 12 главу Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. Мы читаем эти слова. «Из-за этого». Это фраза инструкции. Каждый раз, когда мы встречаемся с чем-то таким, как «из-за этого», это инструкция читателю сказать, «Я не могу продолжать читать и изучать следующий отрывок, пока не вспомню, что только что произошло». Итак, «из-за этого». Иногда мы встречаем фразу «и после этого». Оба этих термина литературный прием для того, чтобы нам прийти к правильному заключению, правильно истолковать. Нам необходимо по ходу обсуждения помнить, что произошло. 31 стих. «Из-за этого» «Ешуа говорит, «Говорю вам». Начинается это великим образом. Начинается тем, что он говорит, «Всякий грех и хула простятся человеком». Означая следующее. Именно это тут и сказано, что Бог есть Бог прощения, и, следовательно, Он простит всякий грех. Любой акт богохульства. Он сделает это для людей, для человечества. Но есть оговорка. И что это за оговорка? Мы продолжим читать. Он также говорит в середине 31 стиха. Во второй части стиха стоит союз. Это союз контраста или различия. Итак, «Всякий грех» в общем смысле, «Всякий грех», «Всякая хула простятся человеком». Но он говорит, что есть одно исключение. Ахула... Ахула... Если мы посмотрим на первую часть 31 стиха, то увидим, что перед словом «хула» нет определенного артикла. Что это значит? Мы говорим о хуле в общем смысле. Но читая вторую часть этого стиха, мы узнаем что-то. Мы узнаем, что речь идет конкретно об одной форме хулы. И что это? Читаем дальше. Ешуа говорит, «Ахула на духа». Дух, о котором мы говорим, и скоро мы увидим, что вне всякого сомнения он говорит о Духе Святом. Некоторые переводчики для того, чтобы помочь вам понять, выделяют эти слова скобками или курсивом. Но мы вне всякого сомнения говорим о Духе Святом. Итак, Ешуа говорит, «Ахула на духа», то есть на Святого Духа, не простится человеком. И дальше он говорит, чтобы подчеркнуть это с тем, чтобы у нас не было неверного понимания. Заметьте, что он говорит в следующем, 32 стихе. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». Так что любое слово, любое богохульное утверждение, сказанное против Сына Человеческого, Ешуа говорит о себе, «Будет прощено». И позвольте мне просто сказать, прежде чем пойти дальше, «прощение». Заметьте, тут сказано «проститься». Все это будет прощено, и это «будет» стоит в пассивном залоге. Значит, что-то должно быть сделано, чтобы прощение стало возможным. А почему в будущем времени? Потому что мы говорим о том, что делает это возможным. А это крест Христу, пролитие крови Ешуа, собственной крови, Иисус крови Ешуа. Когда он умер на том древе почти 2000 лет назад, это и только это что сделает вообще всякий грех, и в том числе богохульство, прощаемым. Вот почему здесь сказано, «если кто скажет слово на Сына Человеческого, проститься ему». Но он говорит, «если же кто скажет на Духа Святого», и вот здесь эта фраза уже есть, «на Духа Святого». «если же кто скажет на Духа Святого, не проститься ему или для него». Это значимо. Вот почему мы знаем, что говорим о непростительном грехе, то есть о грехе, который не может быть прощен. И заметьте, что он говорит в конце 32 стиха. Он говорит, «не в этом веке» или «мире», «не в будущем», то есть «не в будущем веке», «будущем мире», а «это царство». Эта фраза подчеркивает то, о чем мы только что говорили. Не проститься ни в этом веке, ни в будущем. Что говорит нам, что это серьезно. Следовательно, нам необходимо ответить на вопрос, что такое хула на Духа Святого? И как человек совершает этот грех? И возможно ли совершить его сегодня? Что ж, вспомните, что я сказал, и это уже третий раз, что я ссылаюсь на это. Все это связано с правильным привнесением контекста в этот отрыв. Потому что те лидеры сказали, что то, что Ешуа делал, он делал это через князя тьмы, правителя мира сего и в этой временной эпохи. Речь идет о сатане, Вильзевуле. И вот, что мы видим. Сейчас я хочу вернуться к очень важному стиху. Взгляните на 25 стих и заметьте, что тут сказано. Но Иисус очень важно. Но Ешуа зная помышления их. Это подразумевает, что Ешуа понимал. Он знал вот, что говорит текст. Точно знал, что они думали. И что они думали? Мы об этом говорили. Они были свидетелями чуда и знали. Они знали, что Ешуа был послан Богом. Они знали, что он делал эти вещи через Духа Святого. Он знал, и они знали это. Но вот проблема. Они вне повиновения из ревности и зависти вместо того, чтобы понять свою позицию лидеров, приводить людей к истине, что они делали. Они не оказывали доброе влияние. Они не побуждали людей делать добрые дела. Но что они делали? Они имели знания. но сказали, что мы знаем, что он делал это через Духа Святого. Но мы объявим и провозгласим, что он делал это через Сатану. А это и есть Кулана Духа Святого. Вопросы, которые я очень часто получаю касательно этого вопроса, по крайней мере 30% писем от людей, которые очень обременены. Думая, что он или она сделали именно это, что они совершили непростительный грех, что они похулили Духа Святого. И я хочу очень конкретно сказать, есть много ученых библеистов, они намного умнее меня, у них намного больше опыта, и они говорят следующее, они говорят, что Кулана Духа Святого не может быть произнесена сегодня. Почему? Чтобы это сделать, надо из первых рук своими глазами видеть чудо, которое совершил Ешуа, когда он был на этой планете около двух тысяч лет назад. Он не здесь телесно. Мы все еще видим чудеса, но они совершаются не через его тело, не его руками на наших глазах, чтобы нам видеть их. Так что они говорят, что сегодня этого сделать нельзя. Другие говорят, что Кулана Духа Святого может быть совершена сегодня, но вот критерий. Когда вы увидели несомненное чудо, что-то приносящее честь Богу, прославляющее Его, нечто восполняющее нужду, и вы обличаемы реальностью. Да, это Бог. Он сделал это чудо. Это от Бога. Но вместо того, чтобы признать это, воздать Богу благодарение, или просто промолчать, вместо этого, зная, что это от Бога, вы объявляете и говорите, подождите, подождите, то, что вы только что увидели, это сатанинское, сделано под демоническим влиянием. Это не от Бога. Я сомневаюсь, что есть такой человек, который видел чудо, знает, что оно от Бога, и при этом заявляет, нет, я буду лгать, я брошу вызов Богу и скажу, что это от сатаны, это его действие. Так что большинство людей могут быть уверены, что они не совершали этого непростительного акта, и они могут обрести прощение через кровь Мессии Ешу, через то, что Иисус Христос сделал для них и для меня, для всех людей, как для еврея, так и для язычника, чтобы они могли испытать прощение. Что ж, давайте перейдем к следующему, 33 стиху. Во многих переводах Библии этот стих не отражен правильно, потому что два раза здесь появляется слово, состоящее из одной буквы. Оно означает или и говорит о двух возможных ситуациях. Давайте прочтем его, 33 стих. Или, и речь идет о двух возможных ситуациях, или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим. Вот настолько просто. О чем тут речь? Почему этот стих появляется здесь? Что ж, вспомните, что тут говорится о хулене Духа Святого. И кто делает это? Данные руководители. А влияние оказывают не только руководители, но и все люди, понимаете? Знаете вы это или нет, вы будете влиять на других. У вас есть свидетельства. Люди наблюдают за вами, и вы или будете приводить людей к истине, будете благословением в их жизни, или, не дай Бог, наоборот, вы будете оказывать негативное влияние, будете уводить людей от истины. Итак, он говорит здесь, или признайте дерево хорошим, или плод его хорошим, или признайте дерево плохим, и плод его плохим. И он говорит во второй половине 33 стиха, ибо дерево познается по плоду. Мы знаем, что в Писании и первый Псалом хороший пример этого, люди часто уподобляемы деревьям. И это значит, что хороший человек, тот, кто в Божьей воле, под властью Бога, человек, в котором вы можете увидеть эти вещи, что он верующий, у него есть вера, он под властью Бога, действует в Духе Святом, потому что у него есть добрые дела, хороший плод. Подобным образом вы можете видеть человека, не находящегося под властью Духа Божьего. Он неверующий, потому что приносит плохие плоды. Так что он говорит здесь очень ясно. Это нетрудно понять. Вторая часть 33 стиха. Ибо дерево познается по плоду. Вы узнаете дерево по его плоду. 34 стих. В 34 стихе он продолжает это не новое. Он продолжает говорить этим лидерам. Он говорит 34 стих. порождение гадюк. Это слово означает змея, змею. И Ешуа говорит этим лидерам и называет их порождением гадюк. И почему он это говорит? Что ж, этот вид змей был опасен. Этот вид змей не делал ничего позитивного для людей. И следовательно, он говорит, как вы можете говорить доброе, будучи злы, когда вы злы. Он говорит, что здесь имеет место обман. О чем Ешуа только что сказал? О хороших деревьях, хорошем плоде и плохих деревьях, плохом плоде. Но эти лидеры, они делают что-то. Они говорят хорошие религиозные вещи, святые вещи, говорят по Писанию. Но сами они злы. А что это? Это обман. А кто отец обмана? Библия говорит, что отец лжи сатана. Это поколение Ешуа указывает нам на то, кем они являются. Он говорит, вы от врага. Не Ешуа от врага. Он делает добрые дела. Он говорит доброе и он делает доброе. Он говорит им. Вы притворяетесь хорошими людьми. Вы говорите духовные, религиозные, правильные вещи, но вы злые. 34-й стих, вторая часть. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Так что можно определить людей не только по их делам, но и по словам, если слушать достаточно долго. И он говорит здесь, ваши слова, обращаясь к лидерам, обличают вас, потому что вы знаете, что говорите ложь. Вы приходите и говорите добрые вещи, но вы лжецы и дети великого лжеца. Еще раз, в середина 34-го стиха, «Ибо от избытка сердца говорят уста». 35-й стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит, он извлекает и производит доброе». Мы видим, что добрый человек из доброго сокровища сердца производит доброе. Середина 35-го стиха. «А злой человек...» «А что доброе и что злое?» «Доброе» это воля Божья. Злое это то, что не является волей Божьей. Может, оно и не выглядит злым, может, не выглядит полным злодейства и нечестия, но все, что не является волей Божьей, злой». И он говорит во второй половине 35-го стиха. «А злой человек из злого сокровища выносит, производит злой». Так что такие люди могут говорить правильно, но в конечном итоге, что будет ключевым моментом? «Состояние сердца». И Мессия пришел, чтобы дать нам новое сердце, обрезанное сердце, сердце. А о чем говорит обрезание? Обрезание – это умершвление плоти. Плоть и зло, они идут вместе. Смерть плоти, чтобы мы могли жить, ходить в духе, а эти индивидуумы этого не делают. 36-й стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово». Празное слово – это слово аргон, слово лени, слово, не приносящее никакой пользы. Так спросите себя, вот о чем. Слова, которые вы говорите, они приносят пользу другим? Производят ли они результат добрых дел в жизни людей? Эти лидеры сказали, что то, что делал Мессия, он делал силой князя мира сего, силой демонов. Разве такие слова – это хорошо? Разве это то, что производит позитивный результат? Нет, потому что они лгут, и Ешуа знает. Вспомните 25-й стих. Он знает, что они лгут. Он обращается к их сердцу, а их сердце полно лжи. Итак, Ешуа говорит, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ». С них будет спрошено «Когда?» В день суда. И это интересно, потому что так часто сегодня в церкви, в христианстве, на конференциях они не хотят, чтобы вы много говорили о суде, об осуждении или о дне суда. Но если вы смотрели мои передачи, Мессия часто говорил о дне суда. И я много раз упоминал вам о том, что существует неразрывная связь между днем суда и установлением Царства Божьего. Сначала придет суд, а результатом суда будет Царство Божье. Так что снова посмотрите наш текст. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих или словами своими осудишься, ты будешь осужден». И о каких словах он говорит здесь? Имеет ли он в виду, что если мы будем говорить правильные вещи, надлежащие, хорошие вещи, духовные вещи? Нет. Речь идет о Евангелии. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, этими словами ты будешь оправдан. Но если отвергнешь это, если не будешь верить, если не исповедуешь свои грехи и не примешь их прощение через смерть Ишуа на кресте и его воскресение, если этим словам ты скажешь «нет», тогда будешь осужден. Вот насколько это просто. У вас есть чудесная возможность, возможность все исправить. Просто сказал «Я исповедую, устань, я верю сердцем, что ты умер за мои грехи и победоносно воскрес, знаменуя победоносную жизнь, которой я могу жить сейчас, производя добрый плод, обретя спасение и вечное пребывание в твоем царстве». Скажите эти правильные слова. Что ж, время закончилось. До встречи на будущей неделе. Шалом. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе. В вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.